Так, дети, убираемся, убираемся. Ох уж эти вписки 12-летних. Ребята, всем привет. Меня зовут Нюкем, я отец-одиночка. И мы заняты тем, что убираем дом от нашего предыдущего сыночка, Вадика. Мы его благополучно выкинули в ментовку, потому что он весь дом наш загадил. И вообще оказался тем уж и засранцем. Но ничего, потому что мы же любим убираться, да? Ну что такое? Ой, опять это нытье. Дети, ладно, хорошо. Если вы перестанете ныть, тогда я каждому из вас после успешной уборки куплю подарки. А? Как вам идея? Так, ты хочешь заказать себе новую составляющую для протезов? Блин, они же стоят миллионы. Так, папа, папа, а можно мне машинку на радиоуправлении? Ого, и теперь такую же хочешь? Нифига себе. Ты не прыгай, а то и папе не разобрать. Так, ты хочешь огромного единорога? Ого. Петя, а ты что хочешь? Черный джип бронированный хочешь? Эээ, дети, а можно что-нибудь попроще? Колоночку JBL. О, ну в принципе колоночку можно, она там стоит 500 рублей. Ладно, хорошо, вот на колоночке и остановимся. Сейчас маленько доубираемся и в путь. Только чтобы я никакого больше нытья не слышал. Так, тут еще насрал. Ох уж, этот Вадик. Ух, реально я заколебался убираться. Дети, ну что вы там? Смотрите, блин, что за физкультура? Давайте ножками, ножками. Даже Рекс в шоке. Да ладно, ну не настолько уж трудно было. Вы были молодцы сегодня, не ныли. Как и договаривались, поэтому я, как и обещал, должен вам теперь подарки. Но, блин, ребят, я тут подумал. Давайте вот так вот. Сначала купим колонку для Пети. Сначала колонку. А потом уже как-нибудь я уже и ваши остальные желания тоже выполню. Да, отлично. Все, закрываем домик наш. Все на ключ. И, ребята, дорогие зрители, я, к сожалению, своего водителя отпустил сегодня в отпуск. Или в отгул, потому что у него там днюха у мамы, и он уехал отмечать. Поэтому, ребятки, да, придется топать пешочком. Но зато прогуляемся. Так, давайте. Кто оседлает Рекса, а? Видимо, он против. Все, уже дошли. Хватит тут этих соплей. О, ребята, смотрите, кто не знает, это наш гипермаркет, который раньше давно-давно был нашим. Теперь это гипермаркет Маша. Почти как Ашан. Можно назвать Машан. Ого. А это БНС, это такой магазин электроники. Ну, понятно, кто тот самый активный. Тот, кому покупает колоночку. Здрасте, здрасте. Ну-ка, Петя, забор покрасьте. Ну-ка, слезь оттуда. Слезь, слезь, кому сказал? Ну-ка. Короче, нам, пожалуйста, колоночку. Какую ты хотел? Какую-то юбилей. Юбилей, что ли? Колонки, юбилейные колонки у вас есть? А, ДжБЛ. Все, понял. Какие-то они странные. На пивную банку, похоже. Хорошо, можно, пожалуйста, мне одну штучку? Так, три тысячи. Сейчас вам отстегаю. Вот, три кассаря, пожалуйста. Получите или распишитесь. Все, Петя, доволен? Флешку? Нафига тебе флешка? У тебя есть кабель и компьютер. Все, закачаешь с компьютера. Все, спасибо вам огромное. До свидания. Нормально будет. С компа закачаешь. Ой, е-мое. Ты глупенький, что ли? Все, пойдем. Так, ребята, ну, я свое обещание выполнил. А теперь, а теперь. Так, что я хотел дальше? Да ну, точно не вам подарки покупать. Это потом. Так, ну ладно, пойдемте просто пешочком. Хорошо, блин, жарко сегодня. Ой, е-мое. Вот бы мне что-нибудь такого холодненького попить. Купи мороженое. О, Степа, да ты гений. Хорошо. Хорошо, мороженое, это отличная идея. Ну, только где его, блин, купить? Вот, Степа знает. Погнали, Степа. Погнали, покажешь. Строим материалы. Ой, ребята, кто помнит, какой у нас там был движ в этих стройматериалах? Такой конфликт назревал. А, вот, ларочек. Отлично. Погнали. Вот, прибавка сил. Уже, как бы, скорость прямо проникла в мои ноги. Здрасте. А что это вы тут спите, мужчина? На, пожалуйста, мороженки. Спасибо вам огромное. А с меня, получается, вам... Эх, соточки нету. Ладно. Сдачу, пожалуйста, оставьте себе. Все, идемте. Лиза. Ну-ка... Подойди ко мне. Лиза, ты чего? Ко мне подойди. Лиза, блин, попрощайки. Так, иди сюда. Бабушка, не приставайте к девочке. Лиза, отойди, отойди. Ё-моё. Дать ей денег? Лиза, я тебе сколько раз объяснял. Это же попрощайки. Это же мафия. О, ребята. В общем, я убежден, что все попрощайки это тупой развод на деньги. Но, видимо, моя девочка все еще этого не понимает. Ладно. Ладно, хорошо. Раз вы все такие единодушные, давайте выслушаем. Ну, бабушка, рассказывайте, что у вас случилось. Ваш внук попал в аварию 3 года назад. И лежит в больнице в коме. Ага, так я вам и поверил. Ну, да, конечно. И что за больница? Ну-ка, скажите мне сейчас, что за больница. Бабуля, ну, блакать-то не нужно. Бабушка, ну вы что? Нет, что, серьезно? Мальчик в больнице? Что, прямо отвезти можете? К этому я был не готов. Ну, ладно, хорошо, пойдемте. Дети, вы же не против, да, прогуляться? Не нужен этот подарок? Какой еще подарок? А, который я тебе обещал? Ну, отлично, замечательно, что не нужен. Ой, е-мое. Может, я все-таки единорога, а? Хорошо, хорошо. Пойдемте, бабушка, пойдемте. Сейчас уверенно придем на место. Она скажет, что ой, а его выписали. Ну, вы дайте денег, типа, чтобы я съездила в другую больницу на такси. Ага, чтобы Лиза, короче, убедилась. Вот, по-любому. Сейчас посмотрим. Идемте, идемте. Так. Петя, блин. Вырубин нафиг. Сейчас менты приедут. Ты что на полную громкость? Петя, бабушка, простите. Даже перед попрошайкой стыдно. Ё-моё, Петя, выруби, пожалуйста, мои уши. Аааа. Всё. Наконец-то, так получше. Да, блин, опять вырубил. Ё-моё. Так, всё. Петя, получается, замыкающее звено. С дистанции в 50 метров, Петя. Понял? Всё. Держи дистанцию. Так, бабушка, давайте, идемте. Сейчас посмотрим, что там у вас за внук. Я надеюсь, тоже. Ой, ну, в смысле, нет, я не надеюсь, но надеюсь, он не колонку слушал. Петя, будь для тебя уроком. Так, где там уже тачки? Блин. Стёпа, это не значит, что мы сейчас зайдем покупать машину. Мы сейчас очень заняты. Стёпа, 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 Стёпа. Стёпа, там мальчик лежит в больнице. А ты тут на машинке заглядываешься. Пойдем скорее. Ух, наконец-то в больнице. Наконец-то мы добежали до больницы. Чудо какое. Ну, пойдемте, пойдемте. Так, все заходим, все заходим. Бабушка, не отстаем. Не отстаем, сейчас посмотрим, что там у вас за внук. Так, ну что, пойдемте. Куда она? А, вы так договорились? Вы ее знаете? А, видимо, да, знают. Ладно, пойдемте, пойдемте. Так. Ну, мы тоже эту больницу знаем. К сожалению, мы тут довольно частые гости. Так, прямо сюда. Палата 206. Смотрите. Реально. Лежит мальчик. Ой, бабушка, мне что-то так резко стало стыдно. Прямо вообще. Очень хотел бы перед вами извиниться, что я так вам нагрубил. А вы были правы. А что же с ним случилось? Он попал в аварию и все. И бах, и он лежит в коме? Жуть. Да уж. Ну, как бы я вам мог помочь? У меня тут есть... Так, есть деньги. Конечно, я не знаю, этого хватит. А сколько вам нужно на лечение? Петя! Ё-моё! Выруби меня за больницей! Ё-моё, ты что делаешь? Ай, фиг. Что? Он встал! Чудо-то какое! Ой, колонку выкинули. О, ну и отлично. Ох, наконец-то эта музыка исчезла. Петя, сам виноват. Надо было знать, что там включаешь. Петя, куда? Назад! Назад! Назад, Петя! Ё-моё, я потом новую куплю. Петя, блин! А-а-а! Ой, мои косточки. Вы свершили чудо. Ага. Сыночек мой чудо свершил, а? Своей колоночкой, блин, долбанной. Ой, выпишите с моим внуком. Ага. Слушай, Петя, а может ты ещё раз свою колоночку включишь, а? Чтоб у меня кости срослись. Понял иронию, да? Всё, иди отсюда. Чтоб я тебя не видел. Ой, блин, ладно, хорошо. Ладно, ребят, сейчас маленько полечусь. Тут кости срастутся, мои ножки бедные. И пойдём домой. Заодно проведаем этого внучка. Так, ребятки, от вас я жду гостинцев. Будете ко мне ходить, да? Только пить этого не водите. Блин, ладно. Ох, ой, что-то пожилой у вас батя стал. Кто это там прячется? Иди сюда, иди сюда. Всё, я тебя простил уже давно. Спасибо вам огромное, доктор, что вы меня вылечили. Вот вам, пожалуйста, на конфетки, шоколадки и ещё на мандаринки. Огромное вам человеческое спасибо, что всего за неделю подняли меня на ноги. Ай ты, меломан долбанный. Всё. Всё. О, исправил свой музыкальный вкус? Молодец. Чтоб больше ты кого не включал. Пойдёмте, пойдёмте вниз. Всё, батя хочет маленько побегать. Ну шо, Рексик, устроим перегонки, а? А-а-а, сейчас кого-то за хвост дёрну. У-па-а, ё-па. Только не кусай меня. Ладно, всё, шучу, никто тебя не будет дёргать. Успокойся. Всё, батя адекват. Ой, ба, так это же та бабуля с её внучком. Ну здрасте. Шо, как живые и здоровые? Даже вон тоже ходите? Ой, поздравляю. Так, ну шо, как у вас там дела? Вы продали свою квартиру, чтобы вылечить внука. Ой, ё-моё, попрошайки неисправимы. Ну ладно, ладно. Я над вами посмеялся, теперь мне реально стыдно. Поэтому давайте-ка я вам попробую помочь. Всё равно в той квартире старой мы уже больше не живём. Поэтому я решил, что теперь её можно просто сдать этой бабушке. Да, сдать. Да, не забесплатно. Но я сделаю им огромную скидку. Я думаю, бабушка с внуком смогут оплатить себе жильё. Так, тормозим, тормозим, а то почти проехали. И я считаю, что, допустим, за 5000 месяц такая квартира, как у нас, это идеальный вариант. Гораздо лучше, чем жить на улице. Так, всё, останавливаемся, останавливаемся. И выходим. Прошу, сейчас будем вам показывать ваше новое жильё. Но, конечно, первый месяц бесплатно. А дальше, бабушка, 5000 в месяц, понятно? Остальные хаты стоят по 15-20. Поэтому это огромная скидка. Заходим, заходим, заходим. Так, четвёртая квартира, наша шестая. Шестая хата. Так, ключи. Где у меня тут запасные ключи? Вот он, запасной ключ. Бах, отлично. Заходим. Ой, ё-моё. Так, ну вы почистите, почистите. Вы для этого как бы и будете работать уборщицей. Тут попрактикуетесь. Так, заходим. Давайте покажем вам, как тут всё устроено. Это, значит, кухонка наша. Конечно, да. Не люкс, не евро-ремонт. Но зато тут есть холодильник. Ой, ё-моё. Как воняет-то, блин. Кто же забыл продукты вытащить? Ну, почистите, почистите. Так, идём дальше. Тут туалет. Хороший туалет. Видите, даже есть ванна. Конечно, в полу дырка небольшая мы её заделали. Но в целом всё функционирует. Так, проходим сюда. И здесь, ребята, помимо маленькой комнаты со столиком и шикарным видом на местный супермаркет, вас, бабуля, ждёт секретная комната. Но я вам её не покажу пока. Ваш сыночек мне не расскажет, что же, блин, он видел в коме. А то мне вот как-то жутко интересно. Давай, сейчас сядёмся на кухню и послушаем. Блин, что же ты там видел? Ты кого-нибудь слышал, пока был в коме? Сначала кома я видел всех и себя. Я видел всё в сером. Я кричал. Хотел докричаться, но не мог. Ого, жутковато. А ещё через несколько дней я очнулся на каком-то вокзале. Там было всё такое яркое. Я надеюсь, ты же не сел в поезд, да? Через несколько часов я услышал громкий звук поезда. Пожалуйста, не надо было в него садиться. Я смог выбраться и очутиться вновь у моего тела и у врачей. Ну, а за это давай ты ещё раз скажешь спасибо кому? Правильно, русскому репу. Отлично. Ребята, всё. Я услышал всё, что хотел. Пойдёмте, покажу вам последнюю комнату. Она находится воз... Ты как-то очутился. Офигеть. Да. В общем, смотрите. Да, тут тоже паутина. Но в целом тут очень-очень комфортно. Есть где спать, посидеть. Даже можно тут книжки почитать. В общем, всё. Итак, бабуля. Я хочу взять с вас обещание, что вы больше никогда не будете попрошайничать. Наконец-то я это из вас вытянул. Всё замечательно. И ты, кстати, тоже. Ну, ребята, давайте. Не скучайте. Через неделю приду, проверю. Это раз. И возьму с вас уже 5000 за следующий месяц. Всё, давайте. Ребятки, на выход. На выход, на выход, на выход. Так, все вышли. Всё. Давайте, удачи. Ой, блин. За холодильник, конечно, стыдно. Но ёкла мэне. Как это обычно я люблю говорить. Такая огромная скидка. Всего лишь 5000 за шикарную трёх, ну, двух, ну, двух с половиной комнатную квартиру. Да ещё с таким замечательным соседом. Я думаю, это просто тянет на 50 тысяч, а не на 5. Поэтому, ребята, кто считает так же, как и я, что эти бабушка с внуком должны быть мне благодарны, пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк и комментарий. Окей. Всё, ребята, давайте. С вами был Нюкем. Мои любимые детишки. До завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok